Областные власти принимают новую дорогу Курумыч, Новый Буян, Старая Бенарадка. Работы начались 2 июня и сейчас уже завершены, на месяц раньше запланированного контрактом срока. За это время удалось проложить 10 километров 700 метров нового асфальтового покрытия. На эти цели было выделено 158 миллионов рублей. По словам подрядчика, работать было трудно только первые 4 километра. Мешали большегрузы, которые круглосуточно вывозят песок из расположенного неподалеку карьера. Существующая дорога до ремонта была в недовлетворительном состоянии. Здесь было некогда однослойное покрытие, которое уже со временем и под транспортом большегрузным привели вообще в негодное состояние. Ямы, кромки съеденные до обочины. В Ставропольском районе регионы работы велись на трех дорогах. В начале сезона губернатор Дмитрий Азаров поручил завершить к началу осени все объекты, чтобы не пришлось, как в прежние годы, класть асфальт в ноябре по свежему снегу, что резко снижает качество работ. В итоге в сроки уложились. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Контракт у нас на 100%, которые были заключены в текущем году со срока ввода объекта в 1 октябрь, они завершены. Контрольная точка, поставленная губернатором, она выполнена. В этом году в Самарской области с федерального бюджета поступило 1 миллиард 341 миллион рублей дополнительных средств, которые позволили завершить строительство одной дороги уже в этом году, хотя сдача объекта была намечена на следующий, а также сдвинуть сроки сдачи еще двух дорог на год ранее. Кроме того, еще полтора миллиарда рублей федеральных денег получены на завершение второго этапа Фрунзенского моста. А в 2023 году планируют достроить мост через Климовку, который для региона стратегически важен, поскольку позволят проезжать автотранспорту в обход Тольятти на Казахстан через Оренбург. Дорога через Гресс уже не справляется с потоком курсирующих по ней большегрузов. Виктория Шарая, События.